Маленькая Германия в Индии. Дома в микрорайоне Диатомового комбината начали капитально ремонтировать. Они были построены в середине прошлого века немецкими военнопленными. Жилье для работников предприятия возводили из местного трепелевого кирпича. Он легкий и теплый, но время бежалостно даже к немецкому качеству. Фасады были в ужасном состоянии. Все отделочные материалы, которые были нанесены ранее, они уже облетели. Раствор, который был нанесен при застройке дома, он тоже облетел. Приходится отбивать до кирпича, заново отштукатурить, потом отштукатуриваем по сетке и уже шпаклюем окончательный вариант, он уже края тут наносим. В немецком доме номер 25 по улице Менделеева капремонт фасада уже завершен. Строители нанесли здесь фактурную штукатурку на стены и вернули первоначальный бежевый цвет. Цветовую гамму выбирали сами жильцы. Под конец работы отремонтировали отмостку и утеплили цоколь. А на улице Ломоносова, 18, работа в самом разгаре. Здесь также устанавливают фасад. Притом речь идет именно о восстановлении. Жильцы хотели сохранять культурный облик здания. Но за долгие годы из прекрасного он превратился в едва ли не самых худших в микрорайоне. Все время он относился к комбинату, диатомовому комбинату, и ремонтировался силами комбината. То есть штукатурил, скрасился внутри и снаружи, все это делал диатомовый комбинат. В 90-х годах, сами знаете, в общем, продался комбинат, и уже ничего потом не делалось. Мы пытались и подъезд ремонтировали сами, красили, белили, но снаружи уже не в силах делать. Работы на фасаде планируется завершить до конца октября. Осталось докрасить стены и установить декоративные элементы. Силами строителей уже заменена отмостка. Прежняя почти полностью рассыпалась. Заменено будет и окно в подъезде. На свои работы строители дают законную гарантию в пять лет, но обещают, что фасады простают как минимум 20. Обещания строго контролируются. Мы, как район, в ежедневном, можно сказать, режиме смотрим и контролируем, где что, как, где жильцы им подсказывают, где строители наши местные подсказывают, где как лучше быть и чтобы получилось. Всего в Индзе в этом году по программе капремонта работы ведутся на 10 домах. В трех благоустраивают фасад. В остальных строители монтируют крыши. На следующий год также планируется работа на фасадах и кровли. Егор Титов, Александр Кудряшов, Новости Управды ТВ.